Я очень долго пыталась понять, когда же была гиперборея, как я могла её упустить. Я очень долго этот вопрос изучала, поэтому безумно интересно, что об этом думает Андрей Александрович. Ну что, у меня столько писало вот этих ботов гиперборейских, наше великое гиперборея, что-то я не помню. О, Андрей Александрович, сейчас второй вопрос про гиперборею. Я просто этот вопрос очень долго изучала, и вот эти особенно картинки, которые рисуют, какие-то сани, какие-то дома из дерева, всё это как-то так выглядит, не знаю. В общем, хотела узнать ваше мнение, была ли гиперборея, и случайно не одно ли это тоже с лемурией? Потому что лемурию, как бы, ну, лично я помню, и в многих трактатах это описано, а также бельманика шастра и другое. Гиперборею как-то вот что-то как тартария, как-то это всё выглядит очень подвижно. Ну, с чего начать, с лемурии или с гипербореи? Как вы считаете, как оно лучше, складнее выйдет? Так... Тогда я с лемурии начну. Почему? Потому что недавно вышла, опять же, моя книга про мировую стену. Я с отчетением обнаружил, что стена, это я уже говорил, она крутится, построена кем-то вокруг всего, всей суши, включая и нашу Евразию, разделять пополам на северную и восточную, и Америку тоже, с запада на восток полностью эта стена разделяет. И вот когда я ей занимался, я тогда как раз попал на эти континенты Мули, Мурии и вот эти все. И моё сегодняшнее заключение по ним, это вот следующее, что в древности, это примерно в конце 17 века, то есть в 1600 какие-то годы, состоялся большой потоп. Потоп на нашей территории, он, кстати, доказывается очень просто, потому что вот даже у нас на нашей территории в России, в Центральной, погибло очень много, большое количество людей, до 95% населения в некоторых городах. Это очень огромное количество. Представьте, какое сразу падение было. То есть потоп у нас доказан, потому что он идёт и по песцовым книгам, и по книгам, из которых платили налоги, и по всем вот этим всем вещам. Это не какой-то космический. Так вот, чем он был вызван этот потоп? Тем, что как раз в середине 17 века Америка оторвалась от Евразии. И вот я как раз проверял, как я нашёл эту американскую систему. Очень просто. Я взял конец стены, который есть в Корее. Я его взял и по этой широте просто посмотрел, нет ли ничего в легендах и постройках Северной Америки на этой же широте. Ну, естественно, сразу нашёл огромное количество стен, которые называются там по-разному. И люди знают эти стен очень много, но никто не знает, откуда они появились. То есть люди не знают их момента появления и не говорят, кто их построил. Вообще нет. Единственное, что там мышление было, что какие-то китайцы когда-то построили эту стену как своё продолжение. То есть как бы люди правильно говорили, но никому в голову не приходилось, что океан мог появиться недавно. Вот моё мнение, что Тихий океан, а называется он правильно Пас, Пасифик. Пас – это как вот в футболе. Пас – это проникновение. Это, ну, извиняюсь, конечно, за выражение писька, это проникновение одного мира в другой. И поэтому Пасифик – это вовсе не минный и тихий океан, а это океан проникновения, когда одно что-то проникает в наш мир. Вот на мой взгляд, я уж не знаю, как тогда люди представляли Землю, может быть, как раз в обратной перспективе. И тогда могли как раз быть представление о Земле, что мы находимся внутри, а воды, которые хлынули из этого Тихого океана, они хлынули с небес. А на самом деле они, может быть, из-под земли шпарят. И вот этот вот прилив вот этой волны и воды, которая пришла в Тихий океан, он кардинально изменил нашу Землю. Во-первых, геометрия её Земля стала больше или как-то по-другому распределена. Поэтому холодные и тёплые зоны поменялись, не то, что местами поменялись, но изменили свои направления. Если у нас раньше, вот я сейчас летописи, не летописи, а исторические русские книги читал, там написано, что у нас на северах росли эти самые сады винограда и всех остальных вот этих всех вещей. И путники просто всё это ели, это район, где-то примерно не вы, и вот те вот места, вот примерно такая широта. Но сейчас, естественно, там никаких виноградных садов не существует. Это как раз вот результат. И вот на месте вот этого разлома жили определенные люди. Сегодня это индейцы, совмещенные с тунгусами, с китайцами, вот этот вот как бы посев. Вот они являются лемурийскими народами. Если мы посмотрим историю Индии, даже не Индии, а Китая и западных индейцев, индейцев точнее, то мы увидим, что они себя ведут как раз от лемурийцев и говорят, что наша страна погибла вот в толще вот этого океана. Просто они не понимают, что она не погибла, а что берега разошли до такой степени, что их не видно. И уже человек начинает считать, что противоположный берег погиб в водах, хотя он остается существовать. Поэтому реальная лемурия – это вот эта территория, которая разорвалась на две половинки. И каждая из половинок считает, что вторая умерла в водах этого океана. В это, я еще раз напомню, что это был конец 17 века нашей эры. Это не когда-то вот давно, это вот совсем недавно. Вот, что такое гиперборея? До 16 века гиперборея наносилась на карты всегда. Место в расположении гипербореи, она всегда подписана, эти карты, ну не то, что много, но они есть. И она всегда написана на землях, которые относятся сегодня к землям Тульским, Рязанским и Москорскому. Она всегда написана в районе реки Акав, написано гиперборея. Что такое гиперборея изначально? Гипер – это греческий предлог, который обозначает, ну, что-то такое сверх или после. Это не значит, что это гиперболо, как сегодня мы привыкли к этому, то есть преувеличение. А вот борея – это самый сложный термин. Нам говорят, что барион – это какой-то северный ветер, на самом деле это полностью ложь, потому что, во-первых, греческого языка нельзя переводить. Почему? Потому что до, ну, вот еще 30 лет тому назад никакого греческого языка не было в природе вообще. У меня есть книга, я просто не знал, что мы сегодня будем про греческий язык, так затронем чуть-чуть. Я бы принес, но она есть известного лингвиста, который занимался именно происхождением индоевропейской семьи языков, это признанный лингвист в мире, и он говорит, что до сих пор, то есть на момент его выпуска, его этого «Атласа» книги, большой книги научной, это где-то 85-й год, до сих пор греческого языка не существует, а вместо него есть коине. А коине – это когда, вот, допустим, мы с вами придумываем новый язык общения, вы говорите мне на испанском, я вам на русском. Вот сыр-бор, который из этого получается, а еще и добавляется туда немецкий, английский, какие-то слова. А вот сыр-бор, вот этот вот, получается, коина. И в Греции никогда не было своего родного языка, который его был, можно было бы назвать греческим. Это наука знает, это просто сегодня толерасты думают, ну как же так, мы же греков видим. Но мы греков видим, но это так же, как турки. То есть мы тюрок видим, а тюркского языка не было никогда, его вообще не существовало. Это семья языков, так же, как славянские языки, их тоже никогда не было. Была семья языковая, славянская, а в ней уже языки народа. Так же и это, греческая семья коина какой-то существует, но она наполнена другими языками. Это я к чему так долго? Потому что вот эти вот вещи переводить нельзя с греческого языка, тем более никакой Греции древней не было никогда. Сам посудите, за пять тысяч лет якобы древней Греции и Греции, она не смогла выродить никакого своего собственного языка, но это смех полный вообще. У нас уже в 10 веке писали люди без ошибок по отношению к современному языку. То есть вот уже тысячу лет никаких изменений в языке нет вообще. Это как раз показали исследования мои по Грестиным Грамотам. Так вот, гиперборея в основе лежит бор. Бор – это, не буду долго, как говорится, занимать время, это то, что, это точка сборки, вообще реально. И вот когда я говорил про этот главный миф, то там всегда и существует вот эта точка сборки, куда прилетела на Молочную реку, уточка начала, где она начала бить первые вот эти вот лапками своими, то есть сбитие. У нас это Боровицкий холм, корень – это тот же самый Бор. И вот от Боровицкого холма идет точка сборки всей Центральной России, всей Руси. У разных народов там в какое-то свое время появились разные точки сборка, например, вот слово Бор, Борга, Бурга, Петербург, например, это то же самое, это вот как раз тот самый берег или точка сборки, от которого началась та самая вот какая-то вот эта территория. Если поискать, у каждой страны, особенно европейской, у них всегда есть вот эти вот Борге, как обозначение их начало, начало их земель, не начало их земель, а центральная точка их земель. Почему эта точка центральная была? Потому что я уже говорил, что в древности до 16 века, до 17 века не было никакой декартовой системы координат, а была полярная система координат. И вот эта точка сборки, она всегда находилась в центре вот этих земель. А дальше от них уже во все стороны эти земли тянулись. Поэтому гиперборея – это такое место, которое находилось в центре мира, которое было на тот момент считалось центром цивилизации. И вот к 16 веку центром цивилизации, цивилизованной земелью, считалась Русь. И поэтому гиперборея находилась там. Сегодня, после того, как поменялось воззрение на нашу землю, и у нее получилось у земли две точки сборки, то есть северный полюс и южный полюс, нам начинают говорить, что гиперборея ушла на северный полюс, якобы она всегда была там. Это неправда. То есть никогда гипербореи в древности на северном полюсе не было. Точка была одна, и она была посередине мира. А вот когда уже началось раздвоение, как, например, две горы Арарар, это вот как раз признак раздвоения, это уже совершенно другие времена. Это опять 20 век, когда начали находить подобие где-то там, где-то вот там. И у них начали плодиться, размножаться все их, эти самые, священные вот эти вот моменты. Поэтому гиперборея, это центральная Россия, и на картах она, я говорю еще раз, она есть. Это Тула, Рязань и Москва. Вот это вот, как говорится, треугольное. Ну, вот, наверное, вы, изучая эту тему, читали и видели картинки, которые там указаны, что какие-то там деревянные сани, деревянные дома и так далее. Ведь раньше на территории Руси были высокие технологии. А вот эти деревянные дома, это может быть как специально некое обесценивание, что никаких технологий там ничего не было. И вот, ну, вы видели, наверное, миллион раз эти картинки. Вот что вы насчет этого можете сказать? Ну, сказать могу три вещи. Во-первых, согласен с вами, что все эти деревянные дома, что все это ерунда полная. Когда нам говорят, что вот нищие крестьяне вышли из своих хибар, они все такие худые, их никто не кормит и все такое прочее. И при этом Российская империя, вроде в это время, там, 19 века, она вроде на самых верхах контроля, мирового контроля. То есть как вот это вот люди, которые умирают практически на ходу, как они обеспечивают вот такой колоссальный момент. Я когда в свое время, мы знакомы с Путиным, я, к сожалению, забыл его имя, двоюродным братом, он писал, он как раз выпустил книгу про род Путина. И вот он, на мой взгляд, сделал одну, ну, помимо прочего, одну очень интересную вещь. Интересную вот в каком плане. Он нашел старые фотографии 18 века, второй половины, 19 века, второй половины наших русских христиан, потому что тогда это была своего рода какая-то очень серьезная мода. Я не знаю, как сегодня сравниться, но, например, когда из какой-нибудь глубокой деревни приезжают на Красную площадь и фотографируют. Вот примерно так. Допустим, причем фотографируются прямо вот, готовятся. И тогда это тоже был целый такой церемониал, когда вся семья приезжала к этому фотографу, проводили они неделю-две, настраивая всю эту аппаратуру, и после этого стоило это колоссальных денег, и после этого они получали свою вот эту фото. Так вот, самое главное, что на всех этих фотографиях все крестьяне, которые якобы были тогда крепостные, они все в галстуках и в костюмах, достаточно, ну я не скажу, что дорогих, но до того времени они были очень, как говорится, недешевые. И семья была, вот она стоит, допустим, семья, семь-восемь человек, и видно, что они живут в достатке, и у них работал только, допустим, один отец, а там и детей куча, и все. Так что люди были совершенно не бедные, и вот эту вот ерунду, которую нам сегодняшние, как говорится, историки, лепят по поводу голодных и нищих, это полностью неправильно. Потом я могу со своих родичей, вот у меня, я рассказывал с дедушкой, с бабушкой, бабушка недавно умерла, 93 года было, и они, естественно, мне рассказывали, как жили они, допустим, ну хотя бы в том же 19 веке. Все очень просто, закупалась и еда, и всякие сласти, это закупалась бочками и телегами, привозил, вот, допустим, мой дед по отцовской линии, привозили с базара, ездили раз в неделю на базар, привозили с базара все бочками или вот такими кадушками, ставили, там придется в деревне, и все это поедалось всей деревне. То есть вот кто пришел, например, захотел там селедки, зацепил там в бочке, и потом где-то там ездили, друг к другу ходили, и все это было достаточно, то есть это было много. Никто ни от кого ничего не закрывал, и размеры этого всего были огромные, просто огромные, ну, говорят, целые телеги. Я был, вот, допустим, в 70-х годах тоже в деревне, это тоже было то же самое. В Тулу из деревни на продажу на рынок, вот по молоку, там по всему этому, ехала целая телега на продажу, оттуда возвращалась целая телега с различными какими-то яствами. И это было два-три раза в неделю, то есть это было много. И у каждого двора, от двора до двора, там, 50 метров, у каждого двора была такая же экономика внутренняя. Просто неоткуда было, как говорится, нещать. Ну, просто неоткуда. Если человек работал на земле, то у него все было. И как, вот, допустим, обучались, когда одежду покупали, как это происходило, когда засевали большие поля, ну, в наше время картофелем, например, и плюс еще выращивали определенные поголовья животных, свиней там и тому подобное, и кости не забивали, когда это все продавали большими опытами на рынках, то получалась большая куча денег, которые в общем, деревенским людям, особенно для годового вот этого самого, она не нужна была. Нужны были семена, и самое главное, что обучение. Поэтому в этот момент покупались книги, устраивались эти обучающие программы, куда-то устраивались дети, и плюс еще одежда, все, что на одежду, например. Когда нам говорят, что кто-то донашивал, да, донашивали, но это было не с точки зрения, что необходимость, это было с точки зрения, это было как и сегодня, потому что я разговаривал со своими знакомыми тоже, мамке передают свои всякие эти, вот, для самых новорожденных одежки, просто так вот, вот они так и кочуют между этими детьми, потому что за полмесяца, что эта одежда как-то используется, она просто не успевает выработать свой срок, ее выбрасывать даже жалко, а вещи сейчас, ну, как говорится, фирменные, дорогие, и тогда все то же самое было, никаких разниц. Поэтому, вот по моим данным, люди жили достаточно хорошо в те времена, я про 19 век, начало 20-го говорю, и никаких проблем не испытывали. Вот эта гадость, которую несут там историки, они ее либо сами лепят, не знаю, выдумывают там, холодными зимними вечерами себя трясуют эти поддельные фотографии, либо закупают их где-то, либо это какая-то государственная, какая-то другая политика, которая направлена на то, чтобы уничтожить правильную память нашего народа. Ну и, наконец, мы имеем вот этих фотографий, которые запечатлели не только людей, но и физику, которую мы видели там, выставки в Москве, какие-то выставки в Париже, там выставки, ну, мне в основном московские очень удивляют. Я как физик, как техник, я некоторые вещи просто не понимаю, к чему относятся. Хотя я видел на свой, как говорится, век, я все, практически все запчасти, всех передовых вещей, я их видел. Я знаю, что вот, допустим, шведск, если мне показать, сказать, что вот она от летающей тарелки, я сам скажу, что это такое, то есть от летающей тарелки она или нет, я от какого места. А тут я себя ловлю на мысли, что я не знаю, что это такое. И я никак не могу идентифицировать вот эти вещи, они ни на что не похожи, и я понимаю, что они поддерживают другую физику. Они работают на других физических реальностях. Может быть, законы те же самые, но они сделаны как-то по-другому. Ну, например, у нас там все прямо, а у них там по круговому или наоборот как. И вот это меня все время направляет на размышления о том, что в древности, по крайней мере, в XIX-XVIII веках все было совершенно иначе, чем нам преподают. Если кому не нравится, например, сравнение с такими выставками, и кто не понимает, о чем я говорю, можно попроще привести пример. Например, берем тот же самый Кремль или какой-нибудь старый храм, который не является, естественно, христианским, я как говорил, так и говорю. Но кто-то его построил. И вот там стены толщиной 2 метра. Ну, берем вот хотя бы московский Кремль. Стены там, я уж не помню, сколько они метров, толщиной. Высокие такие, все там проложено. А ведь мы знаем, что тогда цемента не было, и все делали на курином белке или желтке, сейчас не помню, раствор. Вот давайте представим, кто у нас в этот момент доил кур. Чтобы ведь получить от них такое количество, это миллиарды яиц, и все разбить это, и все замешать, это должен быть какой-то, не человек, а должна быть какая-то специальная бригада людей, которой там было тысячи человек, или еще сколько. Это сколько нужно яиц разбить, чтобы раствор схватился. И вообще, где эти куры взять? Кто их вообще гонял, где они жили-то? Это у нас сегодня в клетках высокой технологии, а так даже, как это было, что они ездили, вот у нас, например, куры были, они несли, ну, я условно говорю, там, по 10 яиц в день. И чего? С деревни можно было снять, например, 500 яиц. И что это решало бы-то? Это бы никаких строительных проблем не решало бы. Вот в чем проблема. Поэтому здесь что-то было другое. Когда я вижу постройки из этого камня, из кирпича, кстати, с кирпичом то же самое, у нас сегодняшние мощности не позволяют выработать кирпича столько, чтобы построить кремль. Сегодняшний. А кто тогда выпускал кирпич? Какие заводы выпускали кирпич? Как его обжигали? Почему он весь стандартный, стандартизированный, если люди тогда не умели, как говорится, кроме ложки и лаптей сделать ничего? Вот эти вопросы, они идут, как говорится, полом друг к другу. И просто начинаешь понимать, что реально стоит перед тобой, перед тобой вот этими всеми вещами, там как Красная площадь, там Кремль, различные постройки древние, различные достижения. Допустим, тот же самый Николай Второй, если он был, взял, поехал в ту самую Японию, чтобы шашку по голове себе получить. Я уже говорил, но у нас и сегодня, ведь не каждый, как говорится, решится до Японии доехать. Я имею в виду пешком по земле-то. А вот тогда вот взялся, решил, сказал, а что бы мне не получить себе потыковку? И поехал в Японию, получил и вернулся назад. Почему тогда это было просто? Сегодня это не то, что сложно, а для большинства людей невыполнимо вообще. И вот таких вопросов очень много. Поэтому я считаю, что нам рисуют прошлое наше, не то, что совсем неправильно и совсем другое. Я имею в виду даже гораздо более жестче, что рисуют прошлое не такое даже по направлению. И мое мнение, что у нас в прошлом, где-то вот 15-17-16 века, что это было что-то более такое продвинутое, что для нас оно как бы является как бы даже в будущем. Может быть даже есть какая-то кольцевая такая воронка, что вот мы из будущего вернулись в свое прошлое. Может быть вот тот разрыв континента, про который я сказал, может быть он отбросил на многие столетия, тысячелетия назад. Ну вот это так и выглядит, честно говоря. И вот мне кажется, что технология еще спрятана в сказках русских. Там про печь, которая ездила, скатерть, самобранку и многое другое. Но это взяли все так, нарисовали какой-то кривой рукой. А на самом деле просто скрыли технологии. И вот эти выставки, которые действительно по всему интернету, куча фото и даже видео я видела. Это просто оборажает воображение. И даже, мне кажется, не скоро мы вообще к такому придем, потому что все технологии засекречены. И выдают наше прошлое как какой-то дебилизм. Я вообще такого не помню. Я просто многие свои воплощения помню. И вот такой дряхлости, как нам говорят, я такого не помню и в помине. И уверен ли, кто этого из нормальных людей, кто способен вспоминать, не помнит? Я могу привести тоже примерчик еще такой простой. Вот когда мы берем картины какие-то старые, вот этих старых умельцев, художников, и описания различные. Когда мы говорим о временах, например, Ивана Грозного, то мы всегда видим, даже вот в фильмах об Иване Грозному, когда этот шуточный Иван Васильевич меняет профессию, мы как бы видим все время на людях одежду достаточно богатую. То есть расшитую, золотом, там еще чем-то. И постройки под стать этой одеждой. То есть большой Кремль, которым вот этот цветной, расшитый, богатый человек выглядит соответствующе. А потом нам начинают показывать этих самых бурлаков на Волге, оборонки, которые тянут. Да, то есть странное такое вот, как бы, падение человека. Я не знаю, мне кажется, что это переделано кем-то было. И либо это было результатом падения после вот этого разрыва, например, континентов, когда волна с мылом большое количество людей и оставшиеся просто, ну, грубо говоря, озверели. Либо второе, это когда Екатерина II со своим немецким родом заняла здесь у нас на Руси власть полную, то сюда пришла так называемая вот эта Немчура. И хоть они нам сегодня говорят, что они очень продвинутые, на самом деле нет. И вот их режим управления привел только к одному, что они ходили в каких-то своих этих комзонах, ритузах, что-то делали между собой какие-то балы, а в результате только были, становились пиявками по отношению к народу и выкачивали из него последнюю, вампирили из него последнюю жизнь. И в результате как бы ничего, в 20 веку они просто были вынуждены к 17 году просто оставить эти территории, потому что уже не могли их удержать, они не знали, как это делается. А это одна из версий тоже, кстати. И допустим по Германии, если говорить, раньше я считал, что это очень высокоразвитая страна, но вот сейчас я что-то начинаю сомневаться. Я объясню почему, потому что раньше нам говорили, что вот они такие, они сделали очень много техники, выдающиеся, с которой во время войны на нас напали, все такое прочее. А вот сейчас даже по телевизору есть специальная передача, где сравнивают эту технику времен Второй мировой войны и как раз показывают, что немцы во время этой войны на нас напали с техникой вооружения, которая очень сильно отставала от наших, очень сильно. Я говорил уже по танкам, я говорил уже по автоматическому оружию, когда они до сих пор не смогли сделать автомат. А у нас он уже был сделан, по-моему, там в середине войны. Это очень говорит о мозге людей, то есть, а вот сегодняшние американцы, например, не могут сделать для ядерного вооружения центрифугу, который у нас работает с 1953 года. Это говорит о том, что интеллект способен или не способен решить задачу. И второе, это что, как он находится. Индирект, сейчас... Да, тут у меня с компьютером беда, у меня что-то там этот, он, короче, не пропускает сигнал, не знаю, интернет вроде есть, вот мы сейчас разговариваем, а компьютер как-то нет. Поэтому сейчас будем после эфира смотреть, что с ним случилось. Даже не могу открыть ни одну из программ. Так вот, я вот считаю, что русский человек, поскольку он был тогда, в те годы, более нацелен на определенные какие-то научные изыскания, он, естественно, становился менее военным, менее военизированным. И, естественно, такого человека можно было взять военным каким-то расам, более, как говорится, просто. Пришли, дали, как говорится, по башке прикладом, вот и все по венам. И вот, и мне кажется, что это в истории повторяется все время. Какая-то раса подымается, подымается, приходит со спины какой-то меньший брат и начинает долбить ее своим прикладом. И вот сейчас, кстати, в России то же самое возникает. Сейчас поднялись наши некоторые расы, я их назову, это якуты, татары, и они начинают уже в спину долбить прикладом. Либо отсоединяйте нас, либо давайте денег. Ну, черти что творят, особенно вторые. И поэтому опасность в этом есть определенная. И возникает такой вопрос, что как только какая-то раса народ подымается куда-то вверх, всегда находится тот, кто ставит ему подушку, и этот падает. И опять все, как говорится, мы ныряем в эту, как говорится, чухню, которую уже прошли несколько там столетий назад. Да. И может быть это делается естественно, а может быть это делается искусственно, но пока не знаю. В общем, похоже, что это какие-то настройки матрицы. В психологии даже есть такое понятие, как крабовое мышление, где кто-то там уже почти вылез из бедра, и все крабы сразу же нападают и спаливают. И это везде, я даже замечаю в семьях, только если кто-то развивается, все вокруг, да ты сдохнешь, ешь мясо, молоко, там, ну, куча начинает нападать, все, да ты сошел с ума, как будто бы обязательно на одного игрока сразу же набросится куча, побьет и спалить снова. Да, да, да. И вот я, кстати, сейчас, когда книгу эту новую свою написал про тот момент, что с Екатерина II началась у нас неправильная история, и вот я до этого момента сколько над книгами работал, доисторическими, я все время натыкался на этот момент, никак не мог его понять. Почему вот до этого момента так, а после этого вот так. А сейчас я когда это понял, что есть определенная точка бифуркации, через которую мы прошли и ограниченные, рублей вот этих всех вещей, то теперь есть, как говорится, над чем работать. И эту точку можно теперь уже разрабатывать. Можно поставить определенные вопросы, можно посмотреть, а как было до этого, должны же были какие-то быть исследования до этого. Ну и самое главное поставить вопрос, кто виноват, как всегда. Потому что ведь наши ученые, в конце концов, если они разродились в нашей сегодняшней истории о средних веках нашей Родины, о ложной истории на самом деле, то тогда с них и спрос. Ребята, вы имеете какие-то звания, вы там ходите в статусе академиков, изглавляете наши эти академические институты, а вы что нам даете в качестве продукта? Протухлые яйца? Зачем они нам нужны-то? Мы без вас все это сделаем. У нас вот бабки с дедами все это помнят. Мы можем их поспрашивать. Зачем вы-то нам нужны? И жатьте себе в малые народы и несите вот эту чушь своим малым народам. Может быть, она им пригодится. Так что сейчас такая сложная система по этой истории, почему, в общем-то, запереживалось наше правительство и президент, когда начали говорить, что вот надо наказывать тех, кто фальсифицирует историю, а боятся-то они как раз того, что раскроется правда историческая и придется пересматривать даже зарубежные, даже межгосударственные договора, которые многие не хотят пересматривать. Вот, например, сегодня только я осознал, что момент с расселением после Великой Отечественной войны, с расселением Советских республик, то есть вот Польша, Чехословакия, вот эти все вещи, они происходили и почему они остановились там перед Германией еще где-то, почему вот этот коммунистический мир был разнесен на такие республики, а не дальше? Потому что вот эти вот все вещи, Польша, Чехословакия и тому подобное, они-то входят как раз в исходный славянский русский мир. И Чех, и поляк, который был основателем польского народа, они все как раз были, вот эти народы основаны русским народным множеством. И поэтому все границы пришли к определенному знаменателю, который был изначальный. А совершенно не по этой войне, и совершенно война это никаким образом на этих границах не участвовала. Да, это уж точно. А вот очень, кстати, интересно было бы узнать, что начали по всей Руси уничтожаться мельницы. Насколько я понимаю, что это тоже очень древняя такая технология, которая была намного более функциональна, чем нам сейчас рассказывают. И не только по территории Руси, а вообще там по всей, ну вот, огромной территории, если она раньше называлась, гиперборея, сейчас уничтожают. Вот как вы думаете, что это на самом деле было, и почему так активно уничтожают и стирают это всюду? Честно говоря, я не знаю, я пытался у деда узнать еще, когда он был жив. Он мне объяснил так, что, это было лет, не знаю, уже, наверное, 40 назад, 30. Он мне объяснил так, что мельницы были участками независимости, потому что, что такое мельник, или, например, вторая такая же система была, это дополнительная, тот, кто рушил зерно по-разному, то есть, тот как бы шелушил, и что было, как это происходило? То есть, он ставил себе эту мельницу, к ней прицеплял, крупоружку, к ней прицеплял взбивалку для валенок, допустим, для вот этих всех вещей. И получалась у него такая независимая ни от чего, ни от государства, ни от чего единицы производственные. К нему везли со всей округи на рушку, на помол, оставляли ему там десятую или какую-то двадцатую часть этого товара, все остальное забирали, он, кстати, богател. И он мне сказал, что вот эта независимость, она как бы легла в ситуацию, то, что вот их начали гнобить. Другого я не знаю, я правда не знаю. Я думал, может быть, какие-то мифологические части, но что-то у меня никак не склеивается. И главное, что нигде в мифах это тоже не говорится. В некоторых мифах, только в западных, европейских, сказано, что мельница, она является как бы подобием звездного неба. И вот если только с этой точки зрения говорить, что мельница крутится так же, и на каждой лопасти, например, свой знак зодиака, то есть свой бог, и этим мельница показывает вращение звездного неба и приход этих языческих богов, и этого не хотели христиане, тогда вот так можно объяснить эти гонения. Может быть, вот с этой точки зрения. Да, действительно, потому что много в интернете всякой информации, но чувствуется, что там есть нечто большее, нечто скрытое. Но сейчас, видимо, только позаботились о том, чтобы подчистить все, что уже сейчас невозможно найти концы. Сейчас можно их найти, но очень тяжело, потому что вот если мы найдем, допустим, по нашей средневековой истории хотя бы несколько книг, реальных книг, которые не написаны христианами, а которые написаны до того времени, то это будет уже достаточно большое продвижение. Я вообще всегда, когда вот историей занимался, я всегда не мог никакого вывода никак разрешить. Один интересный вопрос. Почему, когда мы берем работы 19 века, то мы натыкаемся на работы, допустим, Афанасьева, ну и там еще остальных таких же больших людей того времени. И все эти историки, которые занимаются историей, они все изучали только один предмет – русскую мифологию. Все, больше ничего не было. Ресческую почти из них никто не изучал, они ее только приплетали, иногда там куда-то вплетают чуть-чуть. Значит, египетская, вот у меня книга есть, 1913 года, там только источники даны, они даже никого не интересуют, вообще как так она мимо прошла книга. А вот в 20 веке, после Второй мировой войны, вдруг резко все стали изучать православие, историю христианскую, Руси и все такое прочее. А откуда она взялась, с чего такой резкий переход, с одной историей на другую? Не Сталин ли завез сюда христианство, потому что ведь Гитлер-то шел под крестами на нашу родину, и действительно там вот эти все кресты на танках, на самолетах, мы же их видели, и в каждом фильме все эти кресты, и их-то Ватикан и все остальные поддерживали. Может быть, они сюда с крестовым по ходу шли, как и говорили, они не стесняются этого, потому что они у нас здесь впервые христианство установили, тогда еще во времена Сталина, и может быть, они победили на самом деле, и только так, что поставили везде, в каждой деревне свой блокпост, а может быть, это была победа на том, что они со Сталином договорились, что все остальное он берет себе, а они здесь занимают только церковь. Все. Вот они церковь занимают, а больше им ничего не надо. Они знали, потому что, что через 50 лет попы здесь сделают такую подробную работу, что государство не останется. Им просто нужно было больше никого не класть на полях сражения, а подождать эти 50 лет, что они и сделали. Даже не 50, а получается сколько? А, 50 лет, да. Вообще это удивляет, как люди легко принимают вот какую-либо религию или какое-то насаждение. Вот то же самое же они сделали в Мексике, и даже поставили памятники этим завоевателям, конкистадорам. Вот сейчас же уже можно было это все как бы убрать, уже же они потеряли свое влияние. Но нет, они по-прежнему христиане, хотя, конечно, чтут какие-то свои традиции, так же, как и у нас. Но уже совершенно не так. И, в общем-то, если люди настолько просто принимают чужую веру, то, может быть, они, в принципе, и не достойны ничего хорошего. Ну, я думал над тем, что достойны или недостойны. Тут тоже два варианта есть. Если вера, как вера воспринимается, то, конечно, я, может быть, соглашусь, что недостойны, потому что все эти предатели, как говорится, раз предавшие, два раза и три раз предаст. Но есть у меня также версия, немножко такая, попрохладнее. Она сводится вот к чему, что давайте представим, что если это действительно было так, что сначала все люди обитали в воде до 1332 года, потом вдруг вышли на поверхность. Вот дело в том, что до момента 1332 года люди не видели никогда Солнца. Они просто не могли под водой его видеть. Они видели, что там что-то мелькает какой-то этот самый, но у них никогда в голову не приходилось, что там есть какой-то источник свет, потому что они на него никогда не смотрели. Мы сейчас-то на воздухе на него слабо можем смотреть, а уж из воды-то там вообще проблема. И вот когда они пришли на территорию Земли, то у них, помимо перемены всей вот этой жизни, у них еще появилась дополнительная штука, что Бог для них создал еще вот это вот Солнце. Может быть, это описано в Библии. И может быть, произошли следующие изменения, что раньше у них была языческая ситуация. Почему? Потому что они могли видеть этих богов, условно говоря, каких-то кентавров, которые плавали вместе с ними в виде каких-то динозавров или других животных, или существ. А когда они вышли на сухую Землю, то у них осталось то, что осталось. А вот не все же перешли эту грань, как говорится. То, что осталось. И им пришлось вырабатывать такую тотальную новую какую-то идею, которую они назвали христианством, где Солнце стало новым Богом. И вот тогда, естественно, были старые, которые помнили, что никакого Солнца среди богов у них раньше не было, подумали, что там что-то наверху, мол, мы стоим за старое. А новые сказали, что нет, вот теперь надо нам на Солнце ориентироваться, потому что потому. То есть, может быть, это не вера была, как изменение каких-то воззрений, а именно такая какая-то реальность, то есть, описание реального мира, на которую реагировали люди по-разному. Кто-то за старое цеплялся, кто-то к новому примыкал. Ну, вот так вот как-то они переживали этот момент. Это в случае, если, конечно, была стадия под водой. Хотя вот я чем дальше вперед, как говорится, иду со этими исследованиями, все больше складываюсь к тому мнению, что действительно была вот эта подводная стадия. Да, действительно, на это очень похоже. Это тогда, конечно, многое бы объяснило. И вот эти пирамиды, которые вышли из, скажем так, из-под вод, они могут объяснить, как их строили, ну, если только не какими-то высочайшими технологиями, но если под водой, то как бы все это объяснимо. И много песков возле пирамид, всегда каких-то ровных поверхностей странных. Действительно, скорее всего, так оно и было. Значит, это, получается, изменились настройки матрицы и не более того. Да может быть, может быть, даже такой апгрейд. Вот, например, наши игроки, которые нами играли, раньше купили себе первый вариант игры или, там, десятый вариант игры. Водный мир. А потом, значит, решили, да что нам в водой, давайте мы сухопутные, здесь побольше каких-то там плюсов. И загрузили сухопутный мир. А мы, как игровые существа, вместе с этим миром изменились. И они, наверное, продолжают играть. И мы теперь думаем, а что здесь случилось? Потому что многие вещи объясняются с точки зрения воды, например, постройка храмов на вершинах гор. Вот, если в простых этих самых не поймешь, как это сделано и, главное, для чего. А если в водном пространстве, то понятно, что на вершине подводной горы для того, чтобы было больше света. И главное, что постройка таких храмов идет сверху, а не строятся с подвозом по воде этих строительных веществ. И им никакая разница, что на нижнюю гору или на верхнюю гору завести. Там вес один и тот же, выталкивающая сила одна и та же. Это точно. Да, поэтому вот эти вещи объясняются. Да, скорее всего, так и есть. У нас даже есть пирамида в Мексике, пирамида Кукулкана. И получается, на ней очень много выкровено раковин различных, по рельефу каких-то морских животных. И была такая легенда, что Кукулкан вышел из глубин моря. Ну, это, конечно, можно объяснить. Но, с другой стороны, если это было под водой, то неудивительно, что такой декор использовался. Ну, кстати, надо подумать насчет этих легенд. Я вот этой легенды не слышно, надо посмотреть. И по поводу вот этой, когда уточка прилетела на молочную реку и сбила первую сушу, это тоже говорит о том, что до первой суши существовало море, белая река, молочная река существовала, а суши как бы не было, но какие-то персонажи там же плавали. И также в Библии, что земля была безвидна и пуста, но она же была, то есть под этой... и тьма летала над поверхностью воды. То есть она как бы была, но только в виде притопленной. А что там внутри притопленного, кто знал-то? Бог только начал потом уже на сушу высеивать каких-то уже новых животных. Поэтому сам переход, момент перехода из-под воды на сушу, он во всех традициях закреплен. Надо просто повнимательнее его посмотреть. А вот насчет времени, я, например, уже точно уверен, что все вот эти длинные промежутки, которые мы себе придумали там тысячи лет, миллионы лет, они все нам были нужны для того, чтобы мы психологически на них нормально реагировали. А на самом деле все гораздо короче. Вот приведу пример. Ну вы как девушка, как женщина у меня поймете. Мой пример поймете, потому что многие его слабо понимают, но вы поймете. Вот смотрите, нам когда описывают, например, древнюю Грецию, говорят, что такое развитое общество было, или древний Рим. И мы-то как хотим каких-то этих картин, мы хотим каких-то рисунков, как это все происходит. И что нам дают художники? Они дают что? Одно покрывало белой в виде рубашки, там на женщину, на мужчину, с прорезанным горлом и просто вот одеты какая-то типа туники. А вторая сверху покрыта еще полотно или заматано вот так вот пару объемов. То есть как таковой одежды нету, нету. А это говорит о чем? Что не то, что древние греки и древние римы не могли придумать одежды, они-то могли, потому что у нас есть ископаемая одежда. Вот, допустим, для Сунгиря, у нас здесь под Владимиром, 24 тысячи возраста, там восстановлены сапоги, нормальные, реальные сапоги, кожаные штаны, кожаные сапоги, кожаные штаны, аляска с капюшоном, с восточными рукавами, с пуговицами, шапками, ушанками у девочки, все это было 24 тысячи лет. То есть это найдено, это не выдумка. Почему что греки в более поздний промежуток времени с римлянами не могли придумать себе одежды? А причина всего лишь одна, потому что каждая одежда, она в себя вбирает моду конкретного периода. И если человек не знает моду этого периода, он не сможет восстановить одежду. Вот, допустим, про Сунгирь там, ладно, там брали, как говорится, кожу убитого животного и делали из нее тулупу или аляску, что-то такое, это как бы проще. А в Древней Греции, пожалуйста, что вы ей предпишите? Ничего, потому что мы не знаем, какая у нее была мода. А почему мы не знаем? А потому что не было Древней Греции. Если бы Древняя Греция была, мы бы нарисовали ее моду по тем вещам, которые найдены. А их просто нет, этих вещей. Остатков один. Вот и все. Поэтому нам и рисуют эти статуи голышом все время, потому что нечего на них ходить. Люди просто не знают, что какая мода была в то время, потому что мода не было и времени не было этого. А получается, откуда же вот эта вся культура взялась? Вот эти греки, голые люди. Может, они так и вышли из-под воды, как бы, и поэтому так их... Может, было в то и замотались, или как-то это иначе было? Ну, я уже думал над этой теорией, что они вышли из-под воды, и под водой там было все равно, что ты одет, что не одет, потому что, как вот сегодня у этих, у дельфинов, может быть, и так и есть. У дельфинов нет сегодня года, они вроде такие же, спасибо, здрасте, привет, говорят, ну так, условно, галышом-то все равно ходят, а не даже слеп. Было бы интересно у этих дельфинов, которые, значит, перечли бы к этим набедренным повязкам. Это действительно как-то подозрительно даже выглядит, вот сколько я путешествую, и там, где именно похоже на вот эти древнегреческие статуи и далее, очень многие стоят галышом. И это очень странно, это никак нормально не объясняется с точки зрения истории, но выглядит достаточно-таки странно. Ну, есть одно объяснение тоже, знаете, какое, с точки зрения русских народных волшебных красок. Там все это, весь этот мир, который находится за стеной, за змеевыми валами, туда к югу, он относится к царству этого Кащея. А царство Кащея, оно, он является царем над окаменелым царством. То есть все люди, которые к нему попадают, они окаменелые. Окаменелые как раз вот те самые голые статуи. Может быть, это такая реальность была, может быть, это люди были живые, только мы их воспринимаем как кочевые, так и статуи, которые стоят до тех пор, пока не переродятся в живого человека в очередной раз. Угу. Да, но они... когда они стали статуями, получается, их что-то как бы, ну, сделало так, что они замерли в едином моменте, получается, и могут когда-то ожить. Да. И нам, кстати, эту вот систему, вот эту вот сказку взяла на себя, на вооружение палеонтологии, которая говорит, что динозавры раньше были живыми, потом окаменели вот в эти статуи превратились, которые они теперь откапывают, а может быть, из этих статуй мы рано или поздно возьмем ДНК и сделаем живого динозавра. То есть, сейчас это такое распространенное, поэтому отметать эту версию с людьми тоже нельзя. Как они окаменевают, я не знаю. Вот я помню, что один опыт проводили ученые и пытались сделать, чтобы какие-то останки какие-то вот куда-то попали и окаменели. Так и не получилось ничего. Но мы-то видим все вот эти вот останки динозавров, там-то как-то это произошло. Даже следы на песке, вот прошел человек, бах, и они окаменели. Может быть, какие-то другие факторы действуют, а не обычные физические. Вот как медуза горгона, посмотрел и все окаменело. Да, вот это и странно, что такие тоже были мифы очень интересные. И мифы про то, что боролись с животными, с гидрами и так далее. То есть, это же все, по сути, морские твари. Да. Но сложно сейчас в этом разобраться все-таки, кто победил, они или мы. Еще и непонятно, мне кажется. Кстати, и вот в копилку вот этого выхода из моря живого человека сюда, говорит еще вот такая штука, что потом, когда люди стали уже жить на поверхности суши, вот для них тем светом, вот куда умирают, как говорится остальные, стала вода. Поэтому начали утопленников делать, хоронить туда, пугать потом утопленниками и все это. И даже, как сегодня вот в Индии, в Варанасе, в Этангу, хоронят утопленников. Это все вот как раз с тех времен. Поэтому, кто знает, может быть, как-то по-другому завязаны наши стихии. Может быть, действительно, вот сейчас хоронят в землю, и они там не околевают, а их вот съедают. А раньше, может быть, это как-то было по-другому. Может быть, у земли были какие-то другие соки. Вот представьте, что хоронили землю, а там в земле было очень много нефти. Вот сейчас, допустим, в том же Татарстане, она подходит прямо на поверхность нефти. И вот если захоронить человека туда, в этот нефтеносный слой, не обращая внимания на нефть, то мы его вытащим через несколько лет в виде такой статуи, которая не попортилась ни грамма вообще. Ну, она, конечно, может быть мягкая будет, а может и не мягкая. Я просто никогда такого не делал. Но вот в ходе эксперимента мы можем получить то, что человек не испортится вообще. А нефть, она везде присутствует. Вот недавно, когда мы Турция где-то там нашла до этого еще, что и у нас здесь и в Москве есть, и в Подмосковье есть ее везде навалом. Просто где-то выгодно, где-то не выгодно добывать. Но само понятие нефти, оно распространено очень много. Вот в до Украины ее навалом, почти вся Украина завалена сланцевой нефтью, как говорили в момент территории революции. Так что... Жалко, что время заканчивается как раз по поводу похорон. Надо обязательно записать очень важную информацию о том, что раньше, насколько я знаю, людей просто ложили, где-то не трогали, не вскрывали. И через несколько месяцев их можно было оживить как раз при помощи различных бань и так далее. Даже куча технологий были. А сейчас им делают обязательно вскрытие, закапывают и забивают в гроб, чтоб уже наверняка. Думаю, вы тоже здесь слышали истории. Да, да, да. Специально убивают, да. Чтобы они уже точно не вставали и не оживали. Поэтому, если что, можем еще обсудить на другой какой-нибудь лекции. Это интересно. Не знаю, на сколько... Кстати, главное, вчера ходили, у нас сейчас в Москве происходит, проходит выставка этих погребальных всех вещей. И я-то не ходил, а вот наши ребята ходили туда, доснимали там много чего интересного. Очень интересно. Я не знаю, что скажу, посмотрим, как там получится. Думаю, что если вы снимете такое видео, это будет очень интересно.